Вот эту картинку, пожалуй, я и возьму. Настоящая Сибирь. Только как ее отобразить? На бумаге, из стекла или, может, на видео снять? Интересно, а каким ведет наш сибирский край современные художники? Чтобы ответить на этот вопрос, наш корреспондент Олеся Рожкова отправилась на 9-ю музейную Красноярскую биеннале. Смотри, молодежный форум. Все смешалось в центре Красноярска. Необычная музыка и странные движения молодых людей привлекали внимание прохожих. В каждом из нас есть что-то глубокое, скрытое, что нужно открывать в себе, а не зарывать, как это делается сейчас в нашем современном мире. Этот перформанс – совместное творчество российских и немецких студентов. Все ребята так или иначе связаны с театром, поэтому выступление перед публикой для них привычное дело. На создание композиции ушло два дня. Филипп в составе студенческой делегации приехал на биеннале из Поздама. Вообще в жизни, в которой мы живем, это серо, что можно найти выходы и просто из этой системы выбегать и показать другим людям, что можно и на улице танцевать, можно и танцевать, если ты не танцор и не актер там какой-то. Просто делать вместе что-то, производить и тоже искусство. Девятая Красноярская музейная биеннале «Во глубине» собрала большое количество поклонников современного искусства. Здесь вы не найдете простых вещей и простых решений. Все имеет особый смысл. Это работа Ксении Сорокиной «Руки». На первый взгляд – девушка со связанными руками, а по замыслу художника… Это такое размышление на тему женской идентичности, показывая такую странную, по ее мнению, женскую двойственность, которая иногда сама себя загоняет в тиски необходимости или обязанностей, или несвободы, а потом снова освобождается. Работа Хаима Соколова «Новый номос планеты» напоминает либо иллюстрацию к фильму ужасов, либо обитель прокаженных времен Средневековья. Автор задается вопросом – мы часто видим эти картины в кино. Так не является ли смешение этих двух миров нашей новой реальностью? Ответ каждый ищет сам. Биеннале – проект уникальный. В одном месте собраны работы более 50 художников со всего мира. Россия, Украина, Казахстан, Германия, Голландия, Австрия, Польша, Соединенные Штаты Америки – вот неполный перечень стран-участников и гостей Биеннале. Тема во глубине, по словам организаторов, родилась не случайно. Потому что перед этим была даль. Ведущая Биеннале была посвящена расширению и удлинению просторы и дистанции. Надо было открыть новое измерение Сибири. Ну и как-то быстро вспомнить строчки Пушкина во глубине. Сибирский хруд, храните гордое терпение. Биеннале в переводе с итальянского – двухгодичный. Отсюда и периодичность проведения – раз в два года. Любителей современного искусства в нашем городе много. Я просто потерялась от множества всяких непонятных штук. Ну не все понятно, конечно. Очень долго приходится вдумываться в какие-либо вещи. Очень классно. Ну вот я хожу, хожу, вижу, подпрыгиваю, взлетаю потихоньку. Все так перемешано. На первом этаже, ну где из угля были, ну, два человека сделаны и птицы. Мне это понравилось. И еще, по-моему, из угля голова была сделана, мозг и скульптура в виде сердца. Тоже очень интересно и оригинально. Биеннале будет работать до 6 ноября. Если вам интересно творчество современных художников, слово «перформанс» для вас не пустой звук, и вы любите поразмышлять над художественными символами, то вам сюда, на 9-ю Красноярскую музейную биеннале. Смотри молодежный форум.